Добрый вечер! В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Эпоха перемен, но Украина отмечает 20-летие основного закона страны. Еврокастинг, кого Брюссель рассматривает в качестве замены Британии в ЕС. Выбить Англию, как болельщики поддержали триумфальную, неожиданную победу исландской сборной. Политический флюгер, куда теперь дует ветер российско-турецкой дипломатии. 20 лет назад Верховная Рада приняла первую конституцию независимой Украины. Тогда депутаты работали над ее проектом до рассвета. Восьмой созыв избранников такой продуктивностью похвастаться не может. Сегодня, например, в зале по случаю праздника было аж 100 действующих народных избранников. И тем не менее, под куполом собрались депутаты всех созывов, все президенты и министры. За торжествами в парламенте следила Екатерина Лысенко. Впервые вместо хора-веревки гимн в Верховной Раде готовится исполнить мужская хоровая капелла. Конституция сегодня в центре сессионного зала министры. В правительственной ложи три президента вложена против. Сессионный зал заполнен депутатами всех созывов. Все празднуют день рождения основного закона. В кулуарах вспоминают, как он писался в 96-м. 27 числа были созданы три комиссии, которые занимались проблемой мовы, проблемой символики и проблемой автономной республики Крым. В ранее, перед этим, была такая в 27 числа похмурая погода. А в ранее, когда началось светать, много светла, вы же видите в Верховной Раде, купол, это великий. И когда природное светло пробилось, где-то произошли эти хмары, то стало так, знаете, бело-бело в этом зале. Но за 20 лет ту же конституцию в этом же зале меняли не один раз. У нас выходит, что так поменяли, потом так поменяли, и потом так поменяли. Мне три раза кандидатскую диссертацию пришлось переписывать, из-за того, что старше изменилось в конституции за час моего написания. В начале июня текст основного закона снова изменили в части правосудия. И уже завтра все правки страна увидит в печатном виде, обещает президент. Но впереди еще не один пункт изменений. Уже пора работать над тем, чтобы предоставить крымским татарам право на самоопределение в составе суверенной Украины. Я не маю намера зловживать темою изменений до конституции. На мою думку, изменения до конституции мают носить наразе точковый характер, готовиться ретельно. А еще децентрализация. За эти правки в первом чтении парламент проголосовал еще в августе прошлого года. В Куларах даже стали говорить, что изменения могут появиться уже на ближайшей сессионной неделе. Но президент уверяет, не сейчас. Местные выборы не под дулами боевиков, а согласно нашего украинского закона. И хотел бы заспокоить, станет это не сегодня, не завтра, не 4 липня, как тут расповсюдживают всякую брехню, а как будут выполнены четкие, попередние, безопасные умовы. Главное, подытожил Порошенко в своей речи, чтобы ту же конституцию выполняли. А первый президент только подхватил мотив. Я не скажу, что выполнялась конституция при первом президенте. Единственное, что я хочу сказать, что ее не было. Выступали, аплодировали, на торжества и выступления в парламенте потратили порядка двух часов, а после в Кулуарах говорили о той же децентрализации. Децентрализация без особенных статусов Донбасса, Прикарпаттия, Прополисия и всех там подилля, но она должна существовать. На сегодня в измене к конституции в частности децентрализации нет никакого шанса быть принятым в парламенте, поскольку там есть норма, которая относится особенного статуса Донбасса. Ключевое, что должно быть изменено в конституции сегодня, это реальная децентрализация власти, поскольку все люди во всех частях страны требуют этого настоятельно и финансовой, и культурной децентрализации. И, на мой взгляд, это будет основное. И в части Донбасса тоже изменения в конституции должны быть, которые дают возможность урегулировать конфликт. Для этих изменений нужно минимум 300 голосов. И пока можно только гадать, когда все фракции найдут компромисс. Но о нем не сегодня. Сегодня коллективное фото на память. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Флэшмобы, концерты и награждения героев АТО. Практически в каждом городе Украины сегодня отмечали День Конституции. Как праздновали и где не обошлось без скандалов, расскажут наши корреспонденты. В Одессе торжественные мероприятия прошли в парке имени Тараса Шевченко. В отличие от предыдущих лет, людей собралось немного. Возможно, всему виной жара. Цветы к памятнику Кобзарю возложили чиновники, духовенство, а также военное. Здесь же присутствовали волонтеры, общественники и ветераны. Вот, например, как характеризуют важность событий 20-летней давности моряки-подводники. Но это все равно, что, говорят, муж и жена не расписаны, не соединенные узами закона. Чем сильнее Конституция, чем она лучше выписана, тем больше свобод у народа, у населения, и тем больше они, говорят, могут воздействовать на власть. В Харькове тоже все прошло торжественно и мирно. Руководство региона и ветераны АТО возложили цветы к памятнику независимости. Прапор, гимн, Конституция – это те основы, за которые они кладут свое здоровье и життя. Так, часы пленают, и, конечно, может и настав тот час, когда было бы слышно внести некоторые правки. Но главное для нас, чтобы законы, которые вписаны в Конституцию, выполнили все. За порядком в Харькове следили сегодня более 500 правоохранителей и военнослужащих нацгвардии. В центре велось усиленное патрулирование. Нарушений не было. А вот в одном из райцентров Харьковской области, в городе Мерефа, местного мэра Вениамина Ситова забросали яйцами и облили зеленкой. Это произошло на Центральной площади, после произнесенной мэром торжественной речи о значимости Конституции. Ответственность за акцию взял на себя гражданский корпус Азов. Сразу же после инцидента мэр, которого азовцы назвали сепаратистом, переоделся в вышиванку. В Ивано-Франковске тоже скандал с участием Азова. Местные представители общества просвита решили провести конференцию, чтобы обсудить вопросы о возможном внесении изменений в главный закон страны. Но бойцы Азова решили, что мероприятие не должно состояться. И до ее начала заблокировали вход в здание просвиты. Делегаты пытались прорваться в здание, началась потасовка. На место прибыла полиция. И лишь после этого азовцы все же разрешили провести конференцию. У вас предъявляю, что в данном выходе, в вашей преступности полиции, вы мне делаете перешкоды для того, чтобы вы не переселили. В соответствии, это криминальное злощадство. Криминальное злощадство? Криминальное злощадство? Криминальное злощадство? Не не пропускайте, у нас не пропускайте. Украине есть. В Ужгороде на одной из площадей открыли мемориал в память о погибших на востоке Украины. Инициатором выступила Ассоциация инвалидов АТО. Над мемориалом Трезуб и 18 гильз. Именно столько фамилий погибших бойцов высечено на камне. Все они были родом из Закарпатья. На церемонию открытия мемориала пришли сотни горожан. Татьяна Авинникова, Жанна Дудчак, Андрей Анастасов, Светлана Шекера. Подробности телеканал Интер. Назначение три года ждут. Вопрос нового состава Центра избиркома в ближайшее время вряд ли вынесут в сессионный зал. Не хватает голосов. Об этом сегодня заявил спикер парламента Андрей Порубий. По его словам, фракции не договорились. И пока не будет политического согласия, не будет и голосования. Полномочия нескольких членов ЦИК закончились еще два года назад. Президент передал в РАДО представление с именами новых кандидатов еще месяц назад. И вот теперь вопрос замены состава Центра избиркома зависит от народных избранников. По закону, каждый из членов ЦВК, повноважение которого прекращается, должен голосовать отдельно. И каждый из членов ЦВК, предложенный президентом, тоже должен голосовать отдельно. И поэтому возможна ситуация, когда будут отставлены теперешние члены ЦВК и новые члены ЦВК. На сегодня глава фракции обратилась к главы профильного комитета с проханием перенесать эти вопросы. Их не гонят, но уже и не любят. Как в Страсбурге европарламентарии встречали евроскептиков. И чего ждать Кемерону от сегодняшнего саммита ЕС, который вполне может стать для него последним. О своих и чужих на европейском празднике жизни, который вот-вот начнется в Брюссельском дворце Европы, София Гордиенко. В Европарламенте я, как для внеочередной сессии, внушительная. Кроме депутатов, отменив утреннюю встречу, приехал Жан-Клод Юнкер. Президент Еврокомиссии был дружелюбен настолько, что даже пообнимался с человеком, который внес огромную лепту в Брекзит. Правда, потом поинтересовался, а что это британские евроскептики забыли в Страсбурге? Я вообще удивлен, что вы тут делаете? Вы так боролись за выход, британский народ за него проголосовал. Так почему вы здесь? Юнкер был строг. Британский референдум надо уважать, но последствия жителям страны придется принять. И поблажек не будет, в том числе торговых. Найджел Фараж, евродепутат с репутацией популиста, агитировавший громче всех за отделение, предлагал расстаться по-хорошему. Вы себе же сделаете хуже, если прекратите торговые отношения. Последствия будут гораздо неприятнее для вас, чем для нас. Страси кипели нешуточные, от полного одобрения до возмущения со стороны своих же. Это важнейшее событие с момента падения Берлинской стены. Да здравствует Британия, да здравствует Франция. Я горд быть шотландцем и горд быть европейцем. Прошу вас, не подведите Шотландию, ведь Шотландия вас не подвела. Шотландцу Алану Смитту аплодировали стоя, но его речь вряд ли повернет референдум спять. После обеда Жан-Клод Юнкер уже в Брюсселе встречал Дэвида Камерона. Перед журналистами оба политика не произнесли ни слова. В неочередной саммит глав ЕС начнется в 9 часов по Киеву. И здесь от премьер-министра Великобритании ждут официального заявления о разводе, то есть об уходе. А уйти по-английски Британии вообще вряд ли удастся. Лидеры Европы заявляют, торговых преференций не будет и торг вообще вряд ли уместен. Удастся ли им сдержать свое слово? Вопрос открытый. София Градиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. А перед командировкой в Брюссель Ангела Меркель выступила в Бундестаге и озвучила позицию официального Берлина. Никаких переговоров с Великобританией о Брекзите до официального уведомления о выходе из ЕС. Германия наставит на соблюдение процедуры. За что же канцлера критикуют партнеры по коалиции и оппозиционеры? Расскажет Татьяна Лагунова. Брекзит как повод покритиковать Ангелу Меркель после решения Великобритании попрощаться с единой европейской семьей. Немецкие политики ополчились против своего канцлера. Они упрекают Меркель в наивности и мягкотелости. Уходя, уходи. Этот посыл в последние дни повторили многие европейские политики. Поторапливая Великобританию, мол, разрешили покинуть Евросоюз, то и тянуть не нужно. Но не Ангела Меркель. После оглашения результатов референдума канцлер заявила, она бы дала Лондону время спокойно все проанализировать и обдумать. Конечно, важно, чтобы этот процесс не тянулся вечно. Но я не буду бороться за то, чтобы это произошло в короткий промежуток времени. От чего ждать поинтересовались и партнеры по коалиции, и оппозиционеры. И потребовали от канцлера занять более четкую и решительную позицию. И дело вовсе не в том, что им так не терпится исключить Великобританию. В Германии скоро парламентские выборы. А значит, оппоненты не упустят любой повод для критики канцлера. Мы и дальше хотим иметь тесные и дружественные отношения с Великобританией. Но не должно быть никаких наград за желание выйти, никаких премий за национализм и враждебность к Европе. Перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС Меркель даже пришлось выступить в Бундестаге и рассказать, с чем едет. Канцлер была предельно четкой. Никаких переговоров с Великобританией о выходе до официального уведомления. И никаких поблажек. Мы должны сделать так, чтобы переговоры не проводились по принципу снятия сливок. Должна быть и будет ощутимая разница для стран, которые хотят быть членами европейской семьи и для государств, которые этого не желают. Кстати, по возвращении из Брюсселя Меркель снова ждут в парламенте с отчетом о проделанной работе. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ну а в самой Великобритании экономическая нестабильность и политическая неоднозначность. У кого самые большие шансы стать следующим премьером этой страны и как футбольное поражение Англии повеселило интернет-пользователей? Светлана Чернецкая из Лондона. Пока премьер Кэмерон в Брюсселе, возможно, в последний раз ужинает со своими европейскими коллегами, в Британии лихорадочно ищут ему замену. Уже завтра официально откроется кастинг на пост главы консервативной партии. И будущему лидеру Тори невероятно повезет. Ему не придется бороться за победу партии на парламентских выборах, создавать большинство. За него все уже сделано. И ему прямая дорога в кабинет на Даунин-стрит-10. Что касается претендентов на самый главный пост, то пока о своем желании баллотироваться заявил только министр здравоохранения страны Джерми Хант. В последнее время его имя часто вспоминалось из-за самых масштабных забастовок медиков в истории страны. Так что шансы у него ниже средних. Хант предлагает провести второй референдум по Брекзиту. Нет, он не ставит под сомнение выбор народа. В этот раз хочет спросить у британцев, на каких условиях следует сотрудничать с Брюсселем вне Евросоюза. Одним из фаворитов гонки считается министр внутренних дел Тереза Мэй. Сильная и волевая ее называют единственным человеком, который сможет примирить два лагеря консерваторов. Партия разделилась на тех, кто празднует победу на референдуме и тех, кто сожалеет об уходе. Сама Мэй агитировала за то, чтобы остаться в ЕС. Но все-таки самые большие шансы, конечно же, у харизматичного бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Многие считают, что он заслужил премьерское кресло, успешно проведя кампанию по отделению от ЕС. А вот преемник Джонсона, новый мэр Лондона, очень быстро завоевывает уважение на новом посту и любовь британцев. Не упускает возможности подшутить над собой, при том ставит перед своей командой серьезные задачи. 175 тысяч человек подписали петицию по признанию Лондона независимым городом-страной. Эту идею предложил ни я, ни моя мама. Ее не продвигает никакая группа лоббистов. Это органическое движение, рожденное лондонским желанием иметь большее влияние на будущее нашего города. Итак, как бы мне не нравилась идея страны под названием Лондон, я не всерьез говорю о независимости. Хотя у меня и есть значок Эль Президенте. Но от имени лондонцев я требую больше автономии для столицы. Лондону, как никакому другому британскому городу, нужен четкий план на будущее. Финансовая столица Европы, похоже, не сможет удержать свой титул. А вместе с ним потеряет и огромные деньги. Из-за падения фунта крупнейшие мировые компании, имеющие заводы в Британии, потеряли миллионы. Брекзит потянул вниз все мировые рынки. С особым интересом журналисты следили за визитом Ее Величества в Северную Ирландию, дожидаясь реакции королевы на исторический референдум. Но Елизавета II не изменила главному правилу монархии оставаться над политикой. Правда, на один вечер в Британии все новости о референдуме и его последствиях перекрыло новости с Франции. Историческое поражение футбольной сборной Англии от Исландии. Маленькой страны, население которой чуть больше, чем в прибрежном английском городке Брайтон. Сборная вылетела с чемпионата Европы. Второй Брекзит за неделю насмехается над футболистами интернет-пользователем. Мол, англичане придумали футбол, научили всех, как в него играть, а теперь их все обыгрывают. Но и стремительную популярность получила фото жаба на знаменитую петицию по проведению второго референдума по Брекзиту, подписанную уже четырьма миллионами британцев. Теперь, мол, нужно собирать голоса, чтобы переиграть матч Англия-Исландия. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Как обойти Брекзит и остаться в Евросоюзе? Переговоры об этом ведут Шотландия и Гибралтар. Не исключено, что может подключиться и Северная Ирландия. Жители этих частей Великобритании на референдуме проголосовали за сохранение членства в ЕС. Премьер-министр Гибралтара Фабиан Рикардо заявил, что переговоры с первым министром Шотландии Николай Стёрджин в самом разгаре. Стороны пытаются выработать совместную тактику, чтобы остаться в Евросоюзе, используя заявки в Великобритании и не подавая новой. Не впадать в истерику из-за Брекзита призвал Барак Обама. Президент США назвал преувеличенную международную реакцию на референдум по поводу выхода Великобритании из ЕС. Он посоветовал всё взвесить и напомнил об устойчивости Североатлантического альянса. Я считаю, что лучше всего рассматривать это как паузу в проекте полномасштабной европейской интеграции. Я бы не стал переживать по поводу результатов референдума. После голосования наблюдалась небольшая истерия, словно НАТО каким-то образом перестало существовать. Североатлантический альянс распадается, и каждая из стран начинает двигаться в своём направлении. Но этого не происходит. Восьмерых российских военных задержали сегодня в Донецкой области. Как сообщают на официальной странице Главного управления разведки Минобороны, в районе Водянова и Широкина силы АТО взяли в плен диверсионно-разведывательную группу. Это военнослужащие 5-й мотострелковой роты, 2-го мотострелкового батальона, 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка, морской пехоты, вооружённых сил России. Самому старшему из задержанных 49 лет, младшему всего 21. Другой информации о них пока нет. Мы связались с пресс-службой разведки, там пообещали, что сообщат все подробности завтра. Но нашему корреспонденту Станиславу Кухарчуку всё же удалось узнать некоторые детали задержания. Остатки этого дома в Широкино тлеются вчерашнего дня. В обед в него попал вражеский снаряд. 27 июня стало одним из самых жарких и самых результативных дней для украинских защитников посёлка с начала этого года. Вчера нашей разведке удалось пленить восьмерых пророссийских наёмников. Лизополоса, в которой вчера и пленили отделение боевиков, находится отсюда недалеко, но, к сожалению, не рассмотреть. Сейчас, кстати, оттуда доносятся одинокие очереди. Сейчас, анализируя поведение противника, даже сложно объяснить, почему отделение выдвинулось на два с половиной километра вперёд и начало окапываться. Именно за этой работой их и застала украинская разведка. Группе предложили сначала сдаться без боя, но двое из десятерых начали оказывать сопротивление. Их пришлось уничтожить на месте. Пленных журналистам пока не показывают. С ними работают следователи СБУ. Известно только то, что группа входила в состав девятого полка морской пехоты, так называемой ДНР. И состояла из уроженцев Донецкой и Луганской областей. Есть разведывательная информация, за которой есть утверждение, что на территории так называемой ДНР уже не хватает особого склада для их войск. И они в промысловом порядке перемещают из Луганского напрямка на Донецкий своих висковых службовцев. Операцию разведчиков прикрывала украинская морская пехота. Подразделение, в котором служит «Игрек», обеспечивало огневую поддержку. Это «Горогильз» от крупнокалиберного пулемета появилась после вчерашнего ожесточенного боя. Боевики пытались отбить своих. Вчера было прям жарко. Как видите, еще до сихи видно дым, горела трава. В морских пехотинцев влетело все, что есть на позициях наемников. Стреляли ИСАУ минометов тяжелого стрелкового оружия. Огонь не стихал почти 8 часов. Вот это видео морпехи сняли как раз во время обстрела. Сегодня наши ребята снова готовятся к обстрелу. Они уверены, в День Конституции наемники обязательно захотят их поздравить. Да и сами боевики после допроса сообщили, готовили плацдарм для штурма наших позиций. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепин. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Турецкий флюгер. Продолжение истории с извинениями Раджепа Эрдогана относительно сбитого российского истребителя. Кто дергает занятие, чтобы распутать межгосударственный дипломатический узел? И удается ли это сделать? Узнаем от Данила Русакова. Оплачивать ущерб за сбитый самолет Анкара в Москве не будет. Такое заявление сделал премьер-министр Турции. Оно прозвучало на следующие сутки после того, как Раджеп Эрдоган извинился перед Путиным за инцидент Су-24. Напомним, бомбардировщик был сбит на границе Сирии прицельным огнем со стороны турецкой армии. Командир воздушного судна катапультировался, но его добили прицельным огнем. Второй пилот выжил. Такие действия представители Эрдогана объяснили просто. Самолет нарушил воздушное пространство страны. Продемонстрировали в качестве подтверждения даже карты. О том, будет ли Турция платить, единого мнения на протяжении всего сегодняшнего дня не было. Российские федеральные каналы еще утром утверждали, что будет. Канцелярия премьера в Анкаре уже после обеда делать это наотрез отказалась. Там сообщили, что всего лишь выражают соболезнования. Вспоминая о деньгах, резюмировали. Нет ничего подобного. Накануне, сразу после появления новости об извинениях турецкого лидера, информагентство отрапортовали. Эрдоган может даже совершить официальный визит в Россию. Но какого-либо подтверждения до сих пор тоже не было. Со ссылкой на пресс-службу Кремля известно только, что президенты двух государств в Куре проведут телефонные переговоры 29 и 30 июня. Сообщается также, что инициатива принадлежит российской стороне. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. И молния из Анкары, как только что стало известно, Эрдогана неправильно поняли. Он не приносил извинений за сбитые российские Су-24. По словам пресс-секретаря президента Турции, в письме, адресованном Путину, Эрдоган выражал сожаление по поводу этого инцидента. А источник близких, турецкому лидеру, уточняет, что слова были адресованы не России, а семье погибшего пилота. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Очередной неусадимой. Удастся ли отмазаться сыну кировоградского чиновника, который пытался скрыться с места преступления? Мебель со смертельным исходом. Почему Икея вынуждена отозвать 29 миллионов своих изделий? Бастуют все. Почему туристы не смогут полюбоваться Парижем с Эйфелевой башней? Одного украинца и шестерых россиян арестовали в Испании по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает издание Эль Мунда. Спецоперация по задержанию подозреваемых проходила в городе Тарагона. Всех фигурантов обвиняют в отмывании денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Украинец там работал юристом. Его имя не разглашают, как, впрочем, и остальных задержанных. Известно только, что двое россиян уже дали показания. В рамках дела полиция наложила арест почти на 200 объектов недвижимости, а также на банковские счета, на которых хранятся 64 миллиона евро. Трагическое ДТП в Кировограде. Сын экс-начальника налоговой на большой скорости врезался в Москвич, в результате чего погиб водитель. Виновник же попытался скрыться с места преступления. Кто и как его остановил? Подробнее Кирилл Ющишин. ДТП произошло накануне около 8 часов вечера в спальном микрорайоне Кировограда. Очевидцы говорят, водитель Ситриена мчался со скоростью больше 100 км в час. На повороте машину занесло. Она вылетела на встречную полосу и врезалась в Москвич. От удара авто подбросило в воздух. В итоге иномарка лишилась колес. Последствия для москвича на этих кадрах. В разбитой машине находилась семья из шести человек. Две женщины, пожилой мужчина и трое детей. Скорую помощь ждали полчаса. Водитель москвича скончался в больнице. Обе женщины в реанимации, дети в детской областной больнице. У всех тяжелые травмы. Виновника ДТП водителя Ситриена, который пытался скрыться с места аварии, поймали прохожих и передали патрульным. Как позже выяснилось, это сын бывшего начальника Кировоградской налоговой инспекции Александр Простригаренко. Человече. Выбойте, пожалуйста. Как вы себя почуваете? Все нормально? Дуже плохо. Я попрошу, не снимайте, пожалуйста. Виновника ДТП в соцсетях уже прозвали пьяным мажором. Журналисты заметили его отца, экс-начальника налоговой, сначала в наркодиспансере, где водители проверяют на алкоголь в крови, а потом и в больнице. Мы обязательно проследим за развитием этой истории, чтобы дело вдруг не замяли. Кирилл Ющишин, подробности, телеканал Интер, Кировоград. В Измаиле, Одесской области, с сегодняшнего дня отменили режим чрезвычайной ситуации. После недельного перерыва там возобновили свою работу рынки и городские заведения общепитые. Хотя к врачам по-прежнему обращаются пациенты с симптомами кишечной инфекции, количество таких жалоб все меньше. Сейчас в местных больницах более 120 человек, в основном это дети. Что же касается источника инфекции, то лабораторные анализы не выявили их в водопроводной воде. Эту новость сообщил сегодня мэр города. Анализы, которые брались позавчера, и три дня назад, и два дня назад, показали, что вода чистая абсолютно, поэтому вода в кровной безопасности, и можно пользоваться. Подозреваемые в убийстве сотрудника СБУ Виктора Манзика в марте минувшего года останутся под стражей еще на два месяца. Таково решение Примирского рассуда Мариуполя в отношении шестерых бойцов добровольческого батальона «Правый сектор». Помимо убийства Манзика, который, по мнению следствия, препятствовал контрабанде в зоне АТО, им инкриминируют преступления еще по 11 статьям. А после вчерашнего инцидента добавилась также попытка побега. Я напомню, накануне, во время слушаний, в суде произошла потасовка. Группа поддержки пыталась отбить обвиняемых у конвоя. Был вызван спецназ, который восстановил порядок. Но теперь заседания будут проходить в закрытом режиме. Следующее назначено на 7 июля. Количество обстрелов на Донбассе со стороны боевиков увеличивается. Этой ночью нашей съемочной группе удалось зафиксировать, как наемники вели огонь из минометов по подконтрольной Украине части села Зайцево. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Их разделяют всего полметра. Боевики всячески пытаются подобраться к позициям армейцев в Авдейской промзоне. Если умолкает вражеская артиллерия, нет гарантии, что не окажешься на прицеле у снайпера. Есть простою, до 12,7. Это снайпер, 45-мм противотанковый карабин. Она пробивает 5 см железобетонной конструкции. Подходит ей 20 метров за бортом. Сразу начинают стрелять через дырки. Такая пуля пробила бронежилет десантника. Врачи пытались его спасти. К сожалению, бронежилет ему никак не помог. Пробит бронежилет на вылет практически. Человек получил, хлопец получил несовместимое жизнеронение. У него шансов не было. Война тут идет. Если кто-то не знает в Украине, то у нас тут война. В северне Авдеевке другая горячая точка. Село Зайцево, разделенное на две части линии огня. Это еще одна промзона. Малая. Там боевики прячут тяжелые орудия. Вот свежие воронки от их снарядов на армейских позициях. Скорее всего, 120-мм миномет. Прилетает 4-5 снарядов вместе. По одному редко прилетает. Из-за террикона, того стреляет артиллерия. И видно вспышки выходов. И из-за вот этого карьера. За этим карьером иногда происходит движение техники. Пока не стемнело, видны все три основные точки, откуда ведется огонь. В центре Зайцевская школа. Как стемнело, начинается обстрел. Мы своими глазами видим, откуда летят мины на другую половину села, подконтрольную Украине. Летят с того телекона. Выхлопы. Выхлопы идут также от школы, людей из школы. Эту ночь военные называют тихой. Боевикам не удалось спровоцировать бой. А рассвет село встретило традиционно под гимн Украины. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. На Яворовском полигоне продолжаются масштабные натовские учения. Сегодня передовые силы Альянса учили наших военных захватывать цель. Все видела Галина Якушко. Учения стартуют рано утром. Украинских военнослужащих на полигон везут бронетранспортерами. Все в амуниции с современным оружием. Слухай боеприказ. Объект захопления, дамба. Захопить дамбу. Знищить противника и занять оборону. Американские солдаты сразу дают напутствие. Всегда хорошо набросать план того, что ты собираешься делать. Или на земле, или на клочке бумаги. Любой рисунок. Такой, чтобы понял каждый. Несколько минут и украинские военные выдвигаются на задание. Обегают гору, приближаются к цели. Сейчас вы видите, как наши солдаты выполняют боевое задание. Они должны захватить мост. Ведь кто занял переправу, тот контролирует территорию. Это только учения. Условные враги-захватчики тоже украинские солдаты. Натовскому армейцу, наблюдающему за учениями, видны все недостатки. Говорит, распространенная ошибка, когда снайперов при штурмах выводят на поле боя. Самая важная вещь, которую могут обеспечить снайперы, это передача информации. Потому что у них есть оружейная оптика, с помощью которой они могут наблюдать дальние позиции. Поэтому они должны сидеть здесь и передавать информацию командирам. Украинский командир тоже вносит свои коррективы в тактику захвата позиции. Недоумевает, почему БТРы простаивают. Выйти, развернуться, выйти на какой-то рубеж. Далее, пешо-особовый склад пешевого порядка. Техника заняла выгодные позиции и прикрывает их огнем. Хорошо, мы согласны. Цель взята. Армейцы довольны. Каждый из подразделений, который брал участь в отработке этого тактического элемента, они свои цели, научные, отработали. То есть, фактически перемех каждый. Самое важное оружие – мозги. И важно, чтобы солдаты использовали их для решения проблем, для совместной работы и, в итоге, для взятия цели. Учение закончится ближе к ночи. В следующие дни солдаты будут учиться отражать вражеские атаки, нести службу на блокпостах и изучать тактическую медицину. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности – телеканал «Интер» Львовская область. Восемь человек получили ранения в Малайзии в результате взрыва. Неизвестный бросил гранату в бар на окраине столицы, где посетители смотрели трансляцию Евро-2016. Среди раненых – гражданин Китая. Версию теракта полиция не рассматривает, больше склоняется к коммерческим разборкам между местными заведениями, которые, вероятнее всего, не смогли поделить клиентов на время трансляции футбольных матчей. А вот в Ираке теракт. 12 человек погибли и около 30 ранены. Смертник подорвал себя возле мечети в Абу-Грейб, недалеко от Багдада. Этот район преимущественно заселен суннитами. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Радикальные исламисты неоднократно призывали атаковать во время священного для мусульман месяца Рамадан. В Иерусалиме на Храмовой горе продолжаются стычки арабов с полицией. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Рамадан, как и опасались в Израиле, получился неспокойным. На Храмовой горе в Иерусалиме уже третий день идут столкновения арабов и полиции. Все началось еще в понедельник, когда группа молодых мусульман стала забрасывать камнями паломников и туристов. А накануне полиция разрешила евреям посещать Храмовую гору. И это было воспринято как повод для беспорядков. К месту были направлены усиленные наряды полиции, которые применили слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали около 10 человек. Они были ранены, задержаны несколько палестинцев и трое британских паломников. Британцев немедленно депортировали. Ситуация контролируется. Естественно, огромные силы полиции продолжают находиться в районе Храмовой горы, возле стены плача. Работаем в усиленном режиме, контролируем ситуацию. Естественно, делаем все для того, чтобы все мероприятия там проходили безопасно. Все, что связано с праздником Мрамадан мусульманским, который, в принципе, уже подходит к концу. Сейчас в Иерусалим переброшены крупные силы полицейского спецназа. Возле мечети Алякса были обнаружены складированные камни и бутылки с зажигательной смесью. То есть, судя по всему, к стычкам готовились заранее. Храмовая гора закрыта для посещений туристами, паломниками и евреями. Объявления об этом развешаны по Иерусалиму на иврите и английском. Довольно любопытную версию происходящего высказал один местный журналист. Он полагает, что столкновение спровоцировали сами палестинцы, явно недовольные снижением интереса к ним со стороны мировых СМИ. Дело в том, что во всех крупных медиа центральная тема, касающаяся Ближнего Востока, сейчас это примирение Израиля и Турции. А вот мирный процесс в Палестине отошел на второй план. И вот таким вот образом арабы решили подогреть к ней, к этой теме, интерес. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Госдеп США обвиняет Москву в преследовании американских дипломатов, которые работают на территории России. Как на эти заявления отреагировали российские власти, расскажет наш Сапкор в Вашингтоне Тихон Зитко. Первое о преследовании дипломатов США в России написала газета «Вашингтон Поуст». Издание, ссылаясь на бывших сотрудников дипмиссии, пишет, за последние два года, то есть с началом санкций, которые Запад ввел против Москвы из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, жизнь американских дипломатов в России серьезно изменилась. В частности, за ними следят сотрудники спецслужб, к ним влезают в квартиры, когда их нет дома, и переставляют мебель. У одного из дипломатов якобы даже убили собаку. В итоге, происходящее госсекретарь Джон Керри обсуждал с президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым. Причем, как пишет Вашингтон Поуст, подобные российские спецслужбы делают и в европейских странах. И вот эту информацию теперь подтвердили в Госдепе. За последние два года преследование и наблюдение за нашими дипломатами в Москве, сотрудниками спецслужбы и дорожной полиции, значительно усилилось. Мы продолжим обсуждать на самом высоком уровне любые инциденты, несовместимые с защитой, гарантированной международным правом. На обвинение уже ответили в Москве, в российском МИДе. Говорят, все наоборот. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, это как раз российские дипломаты подвергаются небывалому прессингу в США. Сотрудники ФБР и ЦРУ оказывают на них психологическое давление, в том числе в присутствии членов семей. Публикацию Washington Post она назвала пропагандой. Кстати, в Вашингтоне слова о преследовании российских дипломатов в США также уже отвергли. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала ЕЛИ. Калифорнию продолжают атаковать лесные пожары. Огонь перекинулся на жилые кварталы. 250 домов сгорели дотла. Больше всего пострадала южная часть штата. Эвакуировали 5000 человек. В регионе нет электричества. На месте работают более тысячи пожарных. Лесные пожары полыхают в США уже неделю. За это время погибли два человека. Эйфелеву башню в Париже закрыли для туристов. Виной всему национальная забастовка против трудового законодательства. Власти хотят запустить реформу, которая заставит французов больше трудиться. А работодатели получат право увольнять сотрудников по упрощенной системе. Забастовки лихорядят Францию уже четвертый месяц. И за это время Эйфелеву башню закрывают уже второй раз. Я очень расстроился. Приехал из Китая, чтобы увидеть символ романтики, Эйфелеву башню. И вот я здесь, но не могу осуществить до конца свою мечту. Я хотела посмотреть Эйфелеву башню с сыном. Он так мечтал увидеть Париж и его главный символ. Но нам не повезло. Смертельно опасные комоды, тюремная камера, зашпаргалку и попугай как свидетель в суде. Об этом и не только в нашем обзоре. За списывание на школьном экзамене в тюрьму. В Индии 17-летнюю девушку приговорили к двум неделям за решеткой. Руби Райс дала выпускные тесты лучше всех в штате. Стала знаменитой, но во время телеинтервью не смогла ответить на элементарные вопросы. Предыдущие результаты экзаменов отличницы аннулировали. Назначили переаттестацию, которую она провалила. Списывание в Индии дело привычное. Родители то и дело забираются на стены школ передать детям правильные ответы. 29 миллионов комодов отзывает шведская компания Икея. Все потому, что мебель небезопасна. За два последних года из-за нее погибли трое детей. Теперь популярные комоды продавать перестанут, а уже приобретенные просят прикрепить к стене. При этом набор для фиксации выдают бесплатно. Недавно Икея пришлось снять с производства детские оборота. Они произвольно открывались и малыши могли упасть. Спасибо, у нас свой. В Китае первый коммерческий рейс совершил самолет собственного производства. А РГ-21 перевез 70 пассажиров из региона в регион. И это большой прорыв. До конца года Поднебесная планирует, что новый лайнер будет обслуживать еще 7 маршрутов. Это создает огромную конкуренцию американскому Боингу и европейскому аэробусу. Пострадает и Россия, которая планировала продавать в Китай суперджет. Знаменитая лондонская погода – повод пошутить. Во время проливных дождей веселый парень решил поплавать прямо на улице на розовом матраце. Его сняли на видео пассажиры автобуса. Участник дорожного движения спокойно греб руками и приветствовал всех вокруг. Шутника никто задерживать не стал. Доброта против жестокости. В США бездомный ребенок продавал у супермаркета сладости. К нему подошла злая бабушка и стала требовать лицензию на торговлю. Чуть до слез не довела. Как тут вмешался посторонний мужчина. Просто купил у мальчика все конфеты, заплатив за них 80 долларов. И раздал ошеломленным прохожим. Особенный ребенок не изгой, доказала мама мальчика с синдромом Дауна из Канады. Всех одноклассников позвали на день рождения, кроме Сойера. И его мама написала открытое письмо к родителям именинника в Фейсбуке. Рассказывала о чудесном характере своего ребенка, его улыбке и теплых отношениях с братьями и сестрами. Говорила, что не обижается. История закончилась хэппи-эндом. Расстроганные родители прислали Сойеру специальное приглашение, и он таки повеселился на вечеринке. Попугай-свидетель. В США жена застрелила мужа, а попугай слышал их последнюю ссору. Африканский серый удивительно точно может воспроизводить человеческую речь. И теперь все время повторяет «не стреляй». Прокуроры всерьез решают принять к сведению показания птицы. Ведь обвиняемая пыталась покончить с собой и теперь в коме. Английский клуб отказался от покупки футболиста Андрея Ермоленко. Об этом сообщает «Ливерпуль Эхо». Такая информация о том, что Эвертон пытается заполучить нападающего «Динамо», появилась месяц назад. И даже называли сумму. Клуб из «Ливерпуля» готов был заплатить за Ермоленко 32 миллиона евро. Сделка была запланирована на окончание сезона. Но вот теперь в клубе заявляют, что передумали. О причинах умалчивают. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности ее и хороших вам новостей. И до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok